Ребята, всем привет! Вы снова на канале Роман Гоу. Я уже три недели ищу машину на Дальнем Востоке. Ну как, ищу машину и отдыхаю тут, знакомлюсь с местной культурой, так скажем, вообще с городом Владивостоком. И ищу машину для автопробега длиной в 10 тысяч километров. В общем, изучил весь рынок здесь. Сделал вывод, что от хозяев смысла нет машину по низу рынка искать. И я буду покупать беспробеговую машину. Также буду искать по низу рынка, но с живым аукционником. То есть прозрачной историей, без всяких там левых схем. Тем более, как я уже заметил, когда хожу на рынке, меня уже узнают не только продавцы, но и покупатели. Потому что одним поздоровываешься с другим, это верный знак, что пора уже ставить точку. Значит, сразу снимаю деньги с банкомата, чтобы быть прям заряженным, всегда на готове. Потому что, как говорится, на рынке, когда деньги покажешь, сразу торг идет другой, и сразу к тебе отношения лучше. В общем, пожелайте мне удачи, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну и в конце видео, как всегда, жду ваши комменты. Здравствуйте. Хонда ваша, да? Одна вот так, да. 440. 445. Друган, эту мы уже купили, вот тут нет. А, это все уже? Вот это уже наша. Ага, все, все, понял, понял. А это нет. Спасибо, блогер, да? Да, я вот кейкар ищу. А я смотрел вас. Вы тоже с Сиба. Тоже с Сиба, да? Нет. Вы вот эту купили машину, да? Да, в Сиб поедем наедите. С круиз-контролем, да? Блин, песня вообще. Я тоже хочу с круизом. Вот, друг, это почти такая же машина. Почти такая. Тоже с круизом, да? Так, а это с круизом? Да. Да, вон, есть кнопочка. Она тоже такая же, но просто нам цвета будет. Ну, серый, да, побогаче смотрится. А мы вот там в Миннии взбирали. И поехали вдвоем. Мы снимать с Сиба. О, я-то долго буду ехать. Я хочу и в Хабаровске там пожить, посмотреть. Я тут первый раз. Ты пиво любишь, давай в Хабаровске поживем. В этих краях. И в Чите, и в ЛНД, там везде. Мы на Байкале ходим остановиться. И в Байкале летний. Я зимний был в Байкале, летний еще не был. И что, за сколько купили, если не секрет? 440. 440, да? Он хороший. Он хороший. Кожаный. Честно сказать, Роман. Как звать? Роман. Роман. Что-то я вот тут посмотрел. Мы посмотрели их. Еще один вон там стоит неплохой на горе. И все, больше нет. Вы чисто Хонды смотрели, да? Ну, да. А Н-бокс не смотрели? Н-бокс, да, да. Здорово. Ну? 600. А не из-за двери, из-за этой дороже, да? Да, да, да. Да, ну, цена она космическая, поэтому я считаю, что нет смысла. Ага. Да, за такие деньги можно уже более, ну, серьезно уже будет. Угу. Там 600 с чем-то они даже бывают. Ну, да. Так. Это ускорка уже. Да, я тут уже неделю-две живу. Я смотрел 2.2 выпуска, кстати. Я тут уже и на русский остров съездил там, и, ну, вообще, короче, совмещаю культурную программу. Да, это же здесь люди добрые. Володь. Да, да. Тут много кикаров у вас стоит. А если по серебристую, по ней как торг есть? Бюджет? Да я, если честно, сначала за 350 хотел. А ничего за 350? Смотрел Танто, смотрел Палет Сузуки. Потом вот, ну, такие, попроще, короче. Вот. Но они, они есть, но там по всем, конечно, нюансы сразу. Ну, вот. Потом уже и Хастлер стал смотреть, бюджет поднял до 500. Вот. Короче, уже все смотрю, чтобы, главное, понравилось. А так, уже и пробежный вот ездил вчера, смотрел там. Ладно, хорошей дороги вам тогда. Да, удачи тебе. Турбо. А, это Мазда. Мазда Флэйр. Надо запомнить ее. А, правда она, да? Понял. Ну, а так вообще, моторашку такую, бэушную, типа, Хонда Дио, сколько стоит, Джул? 30 рублей. 30 тысяч, да? Это с Японии только, да? Да. Здесь вроде как-нибудь егру. От 30, короче, и выше, да? Да, вообще все, что ниже мы смотрели, это 20 вообще габло. А, ну, прям. А, вы, в смысле, не продавцы, вы покупатели, да? Я вот покупал, да. Мы один взяли, он взял, за 15, он ни недели не отъездил, он там, ну, там, тюхали, фуфлот. Потом я созвонился с хозяевами этих Хонд, вот этой серебристой и серой, на которой ребята уехали в Новосибирск. И выяснилось, что завтра на рынок они выкатывают еще две Хонды, черную и белую. И тоже в классных комплектациях, кастомных, и за такие же деньги. Они скинули мне по WhatsApp фотки, предварительные аукционники. Я, значит, посоветовался с Романом, с канала Japan Auto. На белой был пробег, там, около 200, на черной вот 109. Он мне посоветовал посмотреть черную, если все норм, забирать ее. Плюс Наталья из Омска, которая тоже занимается перевозом тачек из Японии, пробила тоже по своим каналам вот эти аукционники. Она их перевела, сказала еще, что на белое там ржавчина на днище. Даже такие подробности типа второго комплекта колес должно быть с ней. Ну и тоже посоветовала, соответственно, что черная лучше, потому что пробег в два раза меньше, а цена такая же. Короче, сегодня пятница, я иду на авторынок, уже заряженный баблом. Торг просто будет, я не знаю, до соплей, просто до слез. Просто мы там, я не знаю, на нервах все будет. Но надо, 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 раз постараться, да, хоп, и лишняя там пятерка, десятка, она никогда лишней не будет. Ну вот Nissan конкурент, в принципе. Highway Start, 475 тысяч, тоже летишка. Тут что есть. Ну, сразу круиза нету. Круиза нету, в этом попроще. А стоп есть, руль тоже кожаный, сиденья не кожаные, цена дороже. Короче, черного надо забирать. Ну, или одного из них хотя бы. Конкурентов у них нету. Хотя тут вон глушак, блин, аж или мененый, или и покрашенный такой. Арки вот тоже что-то. Так, наверное, должно быть. Покрашенные арки, и сверху еще он битум, а антибитумом этим. Ну, цвет этот, конечно, красивее. А, ну и год, год здесь, 16-й. Свежей год. Да я вообще кей-кары смотрю. А они почти все со стрелянными подушками, да, у вас? Ну, вот целый. А что подушки тут, все, по две подушки стоят 10 тысяч рублей все вместе. Да? Ну, в смысле, заглушки или... Контракт. Или настоящие? Контракт. А здесь что, сзади, да? Здесь вот, но на механике. А, а сколько стоит? 375. Так, ну вот этот зеленый, что у него? Лобовик и крыша, да? Сколько стоит она, интересно? Кнопка климат. Руль-резина. Антиюз, астоп, кнопка и подогрев щеток. Ну, а так, в принципе, он это... Морда целая, все, бока целая. Ну, крыша, правда. Че-то, че-то не целая. А пасек подскажите, вот этот зеленый сколько стоит? Зеленый? Да. 194 ВД. Собака. А, собака. Сколько стоит, Ниссан твой? Сколько Ниссан твой стоит? Ой. Это ваша машина, да? Ну вот мы сейчас созванивались с вами. Я пришел. Еще у вас белая приехала, да? Не, белая не приехала, еще серебро. Серебро я видел, да. Тут один элемент какой-то крашеный был, да? По-моему, нет. Дверь, кажется. А3, вот эта дверь, кажется. А3, это царапина. W окрас. Вот, а вот, Соник, все. А3, это царапина. А1 даже, А2. Это царапина. Нет, вот с этой стороны дверь. Такой, смотрите. Это царапина, А4, это царапина. Дверь вот эта. Вот она, А4, А2 царапина. Вот они покажены. Ремонт, это всегда W. Замена, это X. Белый готовите еще, да? Ну, да. Там, знаете, в белом немножечко... Вот нищий, жавый. Жавоватый я вот так и называю. А, северный, да? Нет, я бы не сказала. Просто вот такой. Литье, резина, все. Лежавый, муфы, в общем. Я праздник, одно замену нечего. Камера заднего входа, все работает. Полный мультирун, все, сока, проверено. Мюджик, все работает. Ни прожопит, ни прокурат, ни че у них. Аккумулятор на 67 тысячах. Понятно. Для всех малышов мне вот больше сомнений не могло. Потому что он какой-то такой самый красивый и самый такой какой-то качественный. И едет хорошо. Нет, ну серый получше был, да? Я бы не сказала. Просто потому что он серый, но серый не так смотрит за царапин, а все остальное. По салону идентичный абсолютно. Там салон Б, что там, что здесь. Ну там 4 балла был, да? А аукцион, равный аукцион. Понимаете, например, если аукцион Тойота, который ТА, он ставит 3,5 балла. Приходит машина, она лучше, чем другого. Для аукциона 3 балла. А белая, она с двумя колесами, да, у вас, с двумя комплектами? Нет, колеса нет. Нет, потому что раз там может стоить дороже, чем выставить. А колеса там может отдельно надо? Да, ладно. Они на аукцион не заходят с колесами. А вы вообще себе или? Я вообще хочу автопробег устроить. То есть я прилетел, я поеду 10 тысяч километров на ней. Ну я думаю, трасса кончается в Дагестане, до Каспийского моря. До Каспийского моря автопробег. Там очень хорошая трасса, прям автобус классный. То они там капот, ничего. Вот, я хочу ее, получается, взять машину. В Махачкалу, да? Мне здесь нравится, что круиз как бы есть. Нет, здесь вообще все. Мне прям советую от души. Что можно было заполировать, заполировали, правильно я понял? Да, да. Ну вы просто видите, черный ход почти не так. Ни черный, ни черный. Просто вот полировать пятнами будет некрасиво. То есть мы прям вот потернуть, что было такое. Если ее сейчас полностью там в круг, например, заполировать, она еще красивее будет. Но это просто два дня работы. А вы чем полировали? У нас машинка роторная, все как положено. Дорогие пасты. То есть мы все этим занимаемся. А, ну вот вы это, да? Да, да, мы подполировали немножечко. Первым номером? Ой, я не знаю. Но у нас все пасты есть, все есть. Ага. Все понятно. Ну а по цене только 440? Ну, ваше предложение, если прям сейчас вы закривали. Ну могу еще пару рублей. 38 давайте прям сейчас. И все. И вы едете. А мы тоже едем. Цена подарок. Сами не знаю. Да я знаю. Да мы посчитали там его. Поскольку он заезжал по курсам, по всем там. Давайте 425. Не могу. И все, я поехал. Я поехал. Прям нереально. Вот вы мне интересно, а как вы считаете? Вот вы увидели цену на аукционе и все, да? Не, не, не. И что вы туда прибавили, например? Сейчас покажу. А сколько вы физика, например, посчитали? А, услуги, сколько вы посчитали? Откуда вы это? Вы же... Люди считают, увидят две цифры. Не, не, не. Смотрите, вот все цифры, вот они. Цена аукциона, да? Расходы по Японии не обязательно могут быть 40, могут быть больше. А фракт, например, где у вас? Это вы цену аукциона только посчитали. Мне просто всегда интересно. А где фракт? Вот банковские расходы, пошлина, утилизация. А фракт? Услуги брокеров. Фракт 35 тысяч. Фракт 32 тысячи, вот смотрите снизу. Фракт, вот видите? Не, он не 32 тысячи один, он 38 на этой машине. Вот все считают так. А полтора процента на пошлину тоже, да, не посчитали? И услуга брокера плюс физика вы посчитали? Конечно, да, вот услуги брокеров. 19 тысяч, а от физик 14 тысяч. Понятно, ну, не знаю, вот посчитали так, профессионалы. Ну вот еще у вас 400 плюс физик 14, это 414, это вот. И полтора процента еще 418. Что, 25 не уеду на нем? Не уеду, ну блин, ну я же говорю. Ну, е-мое, блин. Тоже что-то на нем заработать, не просто же так. В магазин поиграть. Может подумаете? Я, блин, я все понимаю, я же вам говорю, что-то. И вот, вот все, что, я вам влазну. Ну они, да, они сказали, что они за 40 забрали. За 40 забрали. Ну там колеса намного лучше, ну и сама машина. Ну, колеса это вот тот человек, машина идентична абсолютно. А, я понял, с ним надо торговаться? Нет, машины мои, он просто колеса людям поменял. У них вот эти напылы, что, они так и должны быть, что ли? Там и под капотом, я смотрю, напылы. Что они так? Это всегда так. Да, согласен, машина не новая, у каждой плюс-минус какой-то. Там лучше, там похуже. Я вот вам говорю, что плюс-минус, вот, примерно в среднем они абсолютно приняточные. Вот, короче, вот этот, либо тот, какой вариант вам. А белый когда вы загоните? Не сегодня? А вы, я не понимаю, вы смотрите уже третью машину, в чем вопрос? Да, там дверь... Не, мне, мне черная, в принципе, понравилась. Я не говорю, что мне не нравится. Вас как звать? Заря. Дарья, вот смотрите, у меня Роман. В принципе, за 425 я готов на ней уехать. Если нет, то, в принципе, я... Мы же сами сейчас по телефону говорим, чем вы время тратите, свое и мое? Не, я время не трачу, почему? Ну, это как... Не, ну вы же, как, все равно выгоняете машину, вы же не конкретно, как бы, под меня ее привезли. Что, 38, не меньше? Возьм, это пройдет. Таких цен нет, вы сами знаете. Пробег, собственно, все. Граница цвета. Понятно, по белой, что, завтра можно смотреть или сегодня успеете? Да не знаю. Пока не знаете, да? Ну, тогда для спокойствия еще белую посмотрю, ладно? Ладно. Спасибо. Как вы видите, ребят, с первого захода договориться не получилось. Я, в принципе, и понимаю, что белую машину смысла нет смотреть, что она хуже состоянием, чем черная. Но, ну, не знаю, такой диалог как-то сложился, что, ну, не знаю, в общем, судите сами. В общем, решил взять небольшую паузу. А тем более, как раз подъехал подписчик Александр. Он не с Владивостока, а с края. Мы с ним встретились. И пока стояли, беседовали, разговаривали. Я что-то решил. Блин, да что это, тянуть резину? Ехать, забирать. Они как бы не перезванивают, но никаких предложений нет. Думаю, ну, хрен с ним. Ехать, забирать по их цене. Тем более, я смотрю, они на дроме ее выставили на 10 тысяч дороже. Мне уже подписчики, потому что пишут, Рома, надо брать уже. Давай, давай, давай. Все сделали. Два ключа, да? Да, заебись, ну. Успели, вон, пришли, смотрели, блядь. Видите, другой сейчас смотрится. Что тут смотрел, чешок? В общем, не знаю. Если бы они так покупали, как смотрят. 438, все верно? Да, есть резинка? Была? Не, нет. Все, заводите. Сейчас я вас выпущу. Спасибо за автомобиль хороший. Очень хороший. Мы вовремя купили, сейчас вон эти пищи открываются. Итак, вот ключи от моего нового автомобиля. Можете меня поздравить. Хонда, все, вообще, К0, МА0, все кнопки. Ну, вот одна заглушка только есть. Кнопка, как на ЦРВ, вообще. Здесь бордовый, но это, короче, надо обзор конкретный делать. Здесь, потому что столько материалов разных, вот на одной даже двери. Хонда, это лучшие кейкары. Вот, я решил отказаться от раздвижной двери и купить себе Хонду. О, так здесь сзади вообще бизнес-класс. Да. Какой-то этот столик, смотри, видел? Да, да, да. Попробуем завести. Заводите. Ммм, вообще, ласточка шепчет. Целлофан забираем. Что там, по топливу? Так, по топливу, ну, нормально, четверть бака есть. В принципе. Купил машину у перекупов на рынке, на зеленке. Жесть, вообще. Просто по махровой схеме. О, так тут, я тут думал, зеркало обычное, а тут какие-то, смотри, эти. И что, я сейчас, короче, 10 дней по Владику могу ездить нормально. Я сейчас, я прямо сейчас на госслугах запишусь, сейчас поеду в страховую напрямую. Без комиссионера. Все, да? Да, или не выехать. Ну, давайте, да, вы, выезжайте, наверное. Вот моя новая машина, выезжает. Я продал две штуки. Дверь. Авторынок, зеленый угол. Ну, все, давай, чуть-чуть. Все, спасибо. Все, ровно, поздравляю. Держи. Капа. Спасибо. Ну-ка, ходовочку. Тут такая дорога на зеленке, что тут сразу ходовку, понятно, как мячик или не как мячик, да? Не, она средняя. Она вот не такая, как... Не, я имею в виду, стучит, не стучит, что-нибудь там. А, да не, не, не должна она стучать. Более, сколько там по пробил машины? 109. Сейчас фита найдем. Так, свободно. Охренеть можно вообще. Такое состояние, у меня никогда такой машины не было с таким состоянием днища. Просто почти как новая. Наконец-то эпопея с покупкой машины закончилась. Все, я теперь владелец новоиспеченной этой Хонды. Сейчас проехал несколько километров. Очень доволен, как едет. И вообще, то есть, ни походовки, ничего, ни вообще, то есть, никаких замечаний. Сейчас буду отдыхать. Сегодня не выспался вообще. Просто весь как лунатик, если честно, весь день хожу. Конечно, покупать машину сложнее, чем продавать. Продавать, что там? Помыл, сфотал, выставил и все. Там принимаешь звонки. А когда ты покупаешь, постоянно одно, второе. Ну, видели, да? Просто посмотрите, вот мои муки выбора. И причем это за сколько бы ни было, это муки выбора. Я подписчика вот встречал тоже на рынке. Точнее, он меня встречал. Вот. У него там больше миллиона денег, да? И он тоже одно на одно. Это не хватает, это не хочется. И тоже вот так, туда-сюда. И мы с ним угорали, что сколько бы денег не было, все равно мало. Все равно что-то не хватает. Каких-то опций. Все равно тысяч пятьдесят не хватает. Короче, что, я сейчас буду отдыхать, потихоньку готовиться к дороге. Там запаски, мопаски, там масло смотреть, что когда менялось, в каком состоянии. Также подробно, конечно, я вам аппарат свой, этот самолетик черный, я вам покажу. Конечно, типа как обзор сниму и состояние, и вообще по функционалу. Всем огромное спасибо, что смотрели этот сериал по покупке машины. Скоро на канале будут еще новые сериалы, так что не пропустите ничего. Всем удачи и пока.